Семья, пожалуй, главная опора в нашей жизни, сокровище, которое нужно беречь. Если вы согласны с этим утверждением, наша подборка книг о семейных ценностях придется вам по душе. Кэтрин Бендер «Дом на краю ночи» Начало 20 века. Остров Кастела Маре затерялся в Средиземном море. Это забытый богом уголок, прибежище от волнений большого мира. В центре острова, на самой вершине, стоит старый дом. Когда-то здесь был бар «Дом на краю ночи», куда слетали все основные новости, сплетни и слухи. Но уже много лет этот дом заброшен. Но однажды на острове появляется чужак, доктор. И с этого момента у дома на краю ночи начинается новая история. Тихой, средиземной ночью, когда в небе сияют звезды, а воздух наполнен запахом базилита и тимьяна, население острова увеличится. Местный граф и пришлый доктор ждут наследников. История семейства доктора Амедио окажется бурной, полной тайн, испытаний, жертв и любви. «Дом на краю ночи» – чарующая сага о четырех поколениях, которые живут и любят на забытом острове у баряков Италии. В романе соединились ироничная романтика, магический реализм, сказки и факты, история любви длиной в жизнь и история 20 века. Один из главных героев книги – сам остров, скалы которого таят удивительные легенды. Дина Рубина. Русская канарейка. Кипучие, неизбывно музыкальное детское семейство и алматинская семья скрытных молчаливых странников. На протяжении столетий их связывает только тоненькая ниточка птичьего рода, блистательный маэстро Кенарь, Желтухин и его потомки. На исходе 20 века сумбурная история оседает горькими и сладкими воспоминаниями, а на свет рождаются новые люди, в том числе последний по времени Тингер, которому уготована поразительная, а временами и подозрительная судьба. Трилогия Дины Рубиной – пример красочной, бурной и многоликой семейной саги. Вам будет интересно наблюдать переключения и переплетения стран, эпох, круговорот персонажей. И самое занятное, что ключевой фигурой были канарейки и давняя песенка про стаканчики. Они провизнензывают весь сюжет красной линии, соединяя людей и судьбы. История красочная, грустная, веселая, задорная, с песнями и проклятиями, замечательная, как и сама жизнь. Людмила Улицкая «Лестница Якова» Это роман-притча, причудливая, разветвленная семейная хроника, с множеством героев и филигранно выстроенным сюжетом. В центре романа параллельные судьбы Якова Осетского, человека книги и интеллектуала, рожденного в конце XIX века, и его внучки Нора, театрального художника, личности своевольной и деятельной. Их знакомство состоялось в начале XXI века, когда Нора прочла переписку Якова и бабушки Марии и получила в архиве КГБ доступ к его личному делу. Это семейный роман еврейской семьи из Киева, начав читать который, невозможно оторваться, настолько все интересно, глубоко и трогательно. Сильный роман про нас, про всех, затрагивает глубокие и правильные темы для человека. Своими вопросами и ответами Людмила Улицкая уводит куда-то далеко, вглубь себя. В руки Норы попадает после смерти бабушки переписка. Дневники супругов Осетских Марии и Якова о их любви, романе, замужестве и трагедии в 1930-е годы. Эти письма Нора отпихивает от себя подальше. Хранила, не читая, десятилетия, потому что боялась узнать что-то ужасное своих близких. Но в пожилые годы вернулась к ним. Читая, восхищалась, смеялась и плакала. Читая переписку, Нора поняла, что дед Яков оказался по взглядам и душевным устремлениям наиболее близким ей человеком. После она идет в КГБ и знакомится с делом Якова Осетского, деда, которого Нора видела всего один раз в жизни, в 1955 году, когда он после выхода из лагеря в Коми заехал в Москву, чтобы получить направление за 101-й километр. Этими письмами была восстановлена разрушенная лестница поколений семьи и написана книга, которую хотел бы написать сам Яков. Розамунда Пилчер, собиратели ракушек Жизнь трех поколений английской семьи, описанная с любовью и теплотой. Яркие характеры героев, увлекательный сюжет, в основе которого тайна, сама атмосфера этой жизни, лирическая тональность повествования. Живописное полотно, размером примерно 5 футов на 3, занимало в комнате главенствующее положение. Собиратели ракушек Смотришь и чувствуешь на лице соленый морской ветер. По бурному небу бегут облака, море все в пляшущих белых бурунах, волны прибоя с шипением разбиваются о береговую отмель. В руках дочери знаменитого художника Лоренцо Стерна и Нелопы «Судьба великолепного полотна», сопровождающего ее всю ее жизнь со времен Второй мировой войны до 1984 года, когда и происходят основные события книги, возрождающие воспоминания о прошлом трех поколений семьи Киллинг. Счастливые, овеянные романтикой моменты влюбленности, новых знакомств, путешествий, эпизоды размеренной обыденной жизни, хлопот семейного быта и родительства, драматичные сцены разлук и волнующие мгновения полка любви. Необыкновенные описания наполняют роман яркие портреты героев, чьи характеры прорисованы живо и реалистично. Роскошные и уютные интерьеры гостиных, кухонь, оранжерей, великолепные пейзажи морского побережья Британии и солнечных островов Испании. Собиратель ракушек – удивительное и безукоризненное произведение литературного искусства, эмоциями этот знакомство с которым хочется делиться и непременно рекомендовать прочтение. Халет Хасейн и Эхо летит по горам. 1952 год. Звездная ночь в пустыне. Отец рассказывает афганскую притчу сыну и дочери. Они устроились на ночлег в горах, на пути в Кабул. Затаив дыхание, Абдулла и маленькая пари слушают историю о том, как одного мальчика похитил ужасный дыр. И бедняге предстоит самая страшная участь на свете. Но жизнь не раскрашена в черно-белые тона, даже в сказках. Наутро отец и дети проложат путь в Кабул. И этот день станет развилкой их судеб. Они расстанутся, и, возможно, навсегда. Разлука брата и сестры даст начало сразу нескольким сплетающимся и расплетающимся историей. И в центре этой паутины пари, нареченная так вовсе не в честь французской столицы, а потому что так зовут на фарси фей. Пять поколений. Немало странных городов будут вовлечены в притчу жизни, которая разворачивается через войны, рождение, смерти, любови, предательства и надежды. Этот роман прозрачный, пронзительный, многоголосый о том, что любое решение, принятое за другого человека, добра ради или зла имеет цену, и судьба непременно выставит за него счет. Роман о силе дешевых слов и дорогих поступков, о коварстве жизненного предназначения, о неизбежности воздания, о шумном, мадушии и безмолвной преданности. Си, бамжань, сколько золота в этих холмах, это дебютный роман американской писательницы китайского происхождения Си, бамжань, вошедший в лонг-лист букерской тренинг. Ночью умирает Ба, Ма нет уже давно. Вмиг осиротевшие Люси и Сэм оказываются совсем одни, затерянные на просторах земель, где все кажется чужим. В поисках подходящего места для макилы отца они отправляются в путешествия. Прочь от злобы жителей шахтерского городка, к открытым равнинам, желтой кромке горизонта, змеящимся вдалеке холмам и новым надеждам. Пронзительные истории детей, потомков китайских мигрантов, оказавшихся совсем одних в Калифорнии времен по золотой лихорадке. Это исторический роман в новом свете показывает американский запад 19 века. И это поэтическое повествование и душераздирающая история взросления влюбляет в себя с первых страниц. В этой книге сплетается мифический символизм китайской культуры и терпкий дух калифорнийской золотой лихорадки. Этот роман о приключениях, о сестренской любви, о страхе, боли, принятии, наследии и истории. Элизабет Страут Оливий Киттеридж Историей, которую наблюдает или проживает Оливия, сплетается замысловатый сюжет из жизни крошечного городка. Оливия резкая, сумасбродная, сильная и хрупкая, одинокая и любимая женщина из тех, что живут рядом с каждым из нас. Но только Оливия способна увидеть то, что прячется под покровом обыденности, те глубокие течения, что управляют людьми и чувствами, и судьбами. Оливия точно знает, как надо жить или думают, что знают. Книга, после которой начинаешь ценить тех, кто рядом с тобой, родных, друзей и даже недругов. Джоджо Моэс «Счастливые шаги под дождем» незабываемая и трогательная история женщин трех поколений, связанных нерасторжимыми узами. Этот роман скорее психолог-любитель, потому что затрагивает довольно глубокие темы, дающие повод поразмыслить после прочтения. Эта история учит нас чутко относиться к близким, чаще думать об их чувствах и прощать друг друга. Отношения между Джо и Кейт, матерью и дочерью, далеки от идеала. И Кейт, пытаясь устроить личную жизнь, бежит из дома. Поклявши себе, что у нее будет когда-нибудь дочь, и уж она, Кейт, станет ей лучшей подругой, и они никогда не разлучатся. Но история повторяется. Сабина, дочь Кейт, выросла упрямой и дерзкой. Она с презрением относится к своей матери из-за череды любовных неудач Кейт. И вот обстоятельства складываются так, что Сабина приезжает к своей бабушке. Джой, никогда не видевшая внучку, поначалу безмерно радует ее приезду. Но между ними слишком мало общего. И вот уже возникает конфликт, который только усиливается, когда в доме появляется Кейт. И на свет вылезают старые, казалось, давно похороненные семейные тайны. Смогут ли героини сречить душевные раны? Смогут ли снова поверить в любовь? Кейт Мортон, хранительница Тайв. Начало 1960-х годов. 17-летняя Лорел Николсон, старшая дочь в благополучном провинциальном английском семействе, видит, как ее мать Дороти убивает ножом подошедшего к дому незнакомца. Полиция, не особенно разбираясь в обстоятельствах, делает вывод, что убитый маньяк, а поступок матери самозащита. Проходит 50 лет. Лорел прославленная актриса. Но история, случившаяся когда-то, не выходит у нее из головы. И однажды роясь в материнских вещах, она находит фотографию женщины, супруги популярного до войны и забытого ныне писателя. Лорел чувствует, что здесь-то и скрыт ответ на загадку, которая не дает ей покоя. Энн Тайлер, удочеряя Америку. Это один из самых теплых романов Энн Тайлер. Это история о том, что значит быть американцем. Две семьи, которые в обычной жизни никогда бы не встретились, сталкиваются в рапорту. Коренные американцы Дональсоны и супруги Яздан иранского происхождения. Обе пары ждут прибытия и скорее девочек-владенцев, которых они удочерили. Дети прибывают и в первую годовщину взрослые решают отметить вместе. С этого дня семьи встречаются, сближаются и постепенно их судьбу сплетаются. Роман полон света, нежности, удивительных наблюдений за жизнью. История, рассказанная с двух точек зрения. Людей родившихся и выросших в стране и людей, приехавших в нее и пытающихся стать здесь своими. История, спасибо.